В общем, ребят, приехали в Астрахань, у нас по пути небольшая беда случилась. Порвался пыльник на Шрусе, там, где мы его колхозили. Он, короче, порвался. В общем, что? У нас здесь есть, появился из подписчика труб, который нам помогает. Вот на такой вот прекрасной кресте, он 81-й. И сейчас, вот в таких вот дорожных условиях, он будет производить это чудо. И говорит, мы еще проездим на таком заколхоженном пыльнике еще очень и очень долго. Смотрите. Это, друзья, город Астрахань. Походный вариант, может быть, пыльник. Иди гляньте. А что глядеть-то? Я знала. Там же шина была. Ее просто всю вырвало. Почему ее разорвало? Потому что она жесткая. Сейчас я другую вариант покажу. Я на ней ездила, если честно признаться, с 31 декабря. Просто так получилось. Мы поставили ее. Потом думаю, а у меня не выбивался, когда мы ходовку перебивали. Перебирали, у меня не выбивался. Привод, как только мы не пробовали, он говорит, только греть. Греть был не вариант, потому что не было. Купицы и подшипника 31 декабря. Мы поставили. Я поездила 10 дней. То есть праздники прошли. Я думаю, ну вы ездите, ездите. Чего менять? В общем, вот, ребят, как вы видите, здесь была шина наколхоженная. Вот он сформат пыльник как раз. Так в этом вся и беда и праздник случилась. На 180 этот пыльник разорвало наш колхоженный. И вот оно все в шрусе. Ну, я думаю, дело мастера боится. Вот самый эффективный способ. Она очень мягкая, эластичная. И очень долго держит. Это мусорный пакет? Да. Да, обыкновенный мусорный пакет. Она очень замечательно держит. Она дает, во-первых, сама все прочные. Ну, если, конечно, не калякать, это все оплое в минут 30, не более. Просто пакет надо наворачивать по ходу движения. Если намотаешь в обратную, он тебе раскроется. И еще одна фишка. Если ты поедешь по лужам, у тебя в лужах начнет вода напираться в пакете. Он тебе потом как раз будет, и ты лужи. Так что только по ходу движения намотаешь. Так я десну. Так я десну. И самое главное, вот сюда вот, намотать роган. Куда? А вот, в пыше кольцо. Чем сильнее намотаешь, тем лучше держаться будет. Чем не так? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Солидол... Есть обычный, а есть именно жировой. Как объяснил Саша, нужно именно жировой, потому что он отталкивает влагу. А обычный солидол, он наоборот в себя влагу втягивает, поэтому нужен жировой. Выкинуть весь разговор... Как думаешь, насколько хватит мне этого? Вот это... Вот я к воде у вас с Ростова домой приехал. А друг у меня, который тоже так же сделал, катаюсь уже три месяца. Набережная Астрахани. Сашуня ест уже в облак. Очень длинная. Очень много рыбаков. Вот, ребята, как надо правильно парковать свой велик. И места не занимает много. Всем привет! Вот мы и приехали домой. С нашего такого небольшого путешествия. И сейчас мы будем устранять этот пыльник. Точнее, менять его на нормальный. Новый. Забивать нормальную смазку туда от швуз. Поехали! Ну, проехал он, в общем, еще... Сколько он проехал? Ну, тысячи две я на нем проехала. Еще вот по городу ездила. Ну, и он в таком целом состоянии вообще. Так что хорошая методика. Что связано с этими пакетами мусорными? Хорошо держится. И еще, мне кажется, очень долго и долго проездит. Так что колхозьте. Не бойтесь. У кого данная ситуация произошла. У кого такая ситуация произошла, колхозьтесь. У кого такая ситуация, вот такая вот, как у меня, произошла. Колхозьте. Не бойтесь. Ну, если вдруг, конечно, нет у вас под рукой нормального пыльника. И как вы помните, проблема у меня была, когда изначально здесь был заколхожен уже пыльник. Был заколхожен он тогда покрычкой обычной. Точнее, не покрышка, а был заколхожен он шиной. Вот. В общем, тот вариант у нас порвался на 180 км в час. Вот. И сделали вот такой вот. Ну, конечно же, так ездить тоже нельзя. Надо ставить все нормальное. Но была проблема, когда перебирали ходовку, не выбивался вот этот вот наружный шрус. То есть со ступицы прикипел очень сильно. Сейчас мы травмировать это все не будем. Пыльник будем менять со стороны внутренней гранаты. Потому что ступица у нас в порядке, граната наружная в порядке. Нам нужно поменять только пыльник. Поэтому будем действовать вот так вот. Сейчас нам надо будет открутить вот тут вот 4 гайки. Опускаем. Будем снимать пыльник, взбивать гранату и отсюда натягивать пыльник вот сюда. Отсюда, вот сюда. Так, тут у нас трипоид на стопоре сидит. Стопор 6 снимаем. Вот он тут вот. И снимаем трипоид. Противный пизонь. Чик. Все. Накапало для комара. Сейчас растащишь. Он сказал, что вот это у вас самый проверенный способ наматывать целлофан. Да, целлофан. Дальше пусть работает. Все, одеваем пыльник новый на место. Шруса сейчас тугощину набьем туда, свеженького. И так-то и все. Ну все. Все на месте. Закручиваем назад к редуктору. Четыре дайчки. Так что если у кого-то такая же проблема случилась, когда невозможно выбить привод со стопицы, меняется все элементарно просто со стороны внутренней гранаты. Стягивается, одевается, в общем, без каких-то либо проблем. Трипоид внутренний у нас сидит, получается, держится кольцом стопорным. Кольцо снимается, трипоид снимается. И дальше пыльники все по той же системе. В обратную последовательность собирается. Все. На этом все. Пыльник мы сделали, отремонтировали. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok